Одна из побочек прививки от коронавируса заключается в том, что вы из приличного представителя мужской половины человечества, с белым верхом, серым низом, как бабушка учила, превращаетесь вот в такое убогое чмо. Тем не менее, вот сегодня, когда мы снимали проходку, сколько там девушек подошло, сказала, какой офигенный у тебя эрокези. Но не 10, ладно, уж не загибай. Но было. И поэтому вот эти вот 40, 30, даже 20, 50-летние мужики, которые мне строчат, когда ты повзрослеешь, когда ты вот это все, сами там по ночам наяривают на 17-летних телок. Так если вы хотите, чтобы на вас женский пол обращал внимание, ну, я не говорю, что надо петухом ходить, безусловно, но может быть попробовать немножечко как бы поэкспериментировать, да, вот отказаться от кожаной куртки и черных джинсов, еще что-нибудь предпринять в своей жизни. Ну, так, извините за авто, просто вот буквально свежая тема. Мы говорим про стереотипы, и сегодня как раз про это будет идти речь. Я в прошлом году, в марте, снял видео, оно есть у меня на канале. Я успел выскочить из Берлина, это была моя последняя группа, которая туда свозила буквально за день до начала всего этого коронавируса. И я, честно говоря, я охренел от того, как людей, ну, то есть я, конечно, проработал в медиа больше 20 лет, но как легко людей вот развести на страх. То есть я сталкивался с такими параноидальными проявлениями человечества, что мама не горюй. Хорошо, что в тот момент, была весна, я жил вот не в центре, где я сейчас нахожусь, Петербурга, а сестра Ревский. А там разряжена атмосфера, пустые парки, гуляй не хочу, чем я и пользовался, с велосипедиком и так далее. То есть вот эта первая волна карантина, она прошла для меня абсолютно незаметно. Но не было никакой вакцины. Была бы, я бы пошел бы сразу же и привился. Потом она появилась. Она появилась. Как только я вновь, что она появилась, я сразу же, сразу же решил себе чпокнуть ее. Нужно было ждать. Да, я позвонил, нужно было ждать почти месяц. То есть первое поставил в середине февраля, второе поставил в начале марта. Почему я это сделал, я скажу чуть позже. Не потому, что я прямо так, знаете, о своем здоровье пекусь. Мне просто задолбали вот эти маски и вот это вот все. Но я тут прогнал пару постов, как обычно, перед видео, там ВКонтакте, Инстаграме. Это были такие рэперные точки на идиотию, опять-таки массовую. Один из главных аргументов, которые я встречаю против вакцинации, заключается в том, что это такой фармафашизм. Нас принуждают, я весь такой свободный, а нас чему-то принуждают. Типа она еще не протестирована, надо подождать. Посмотрим, что с тобой будет и так далее. Ну давайте подождем лет 15, конечно. Это самый правильный подход, безусловно. Вот я готов над собой экспериментировать ради определенных вещей. И я бы хотел начать на самом деле с некого исторического экскурса. Он касается, конечно же, Екатерины Второй, которая привелась от оспы. Оспа была, ну не только оспа на самом деле, но и она в том числе. Она была очень страшной болезнью на тот момент. Допустим, бедные Долгоруковы обломились, потому что они хотели женить представительницы своего рода Петра Второго, еще юного парня. 15 лет только исполнилось. Правда, он уже был утраханный и упитый и так далее. Его там с 12 лет во все тяжкие привечали. И он накануне свадьбы умер от оспы. Ну вот, к примеру. У Екатерины Второй ее муженек Петр Третий тоже перенес оспы. У него на портретах этого, естественно, не рисовали, не писали, потому что все портреты это фотошоп. Но у него были вот в этих оспиных лицо. Он очень сильно комплексовал по этому поводу. И вот я хочу вам прочитать письмо Екатерины Второй, отрывок из письма о Фридриху Второму, ее вечному, так сказать, оппоненту во всех отношениях. С детства меня приучили к ужасу перед оспой. В возрасте более зрело, мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас. Весной прошлого года, речь идет про 1768 год, когда эта болезнь свирепствовала здесь, я бегал из дома в дом, не желая подвергать опасности ни сына, ни себя. Ну, сын, понятно, Павел Первый. Я была так поражена гнусностью подобного положения, что считала слабостью не выйти из него. Мне советовали привить сыну оспу. Я отвечала, что было бы позорно не начать с самой себя и как вести оспопрививание, не подавши примера. Я стал изучать предметы. Оставаться всю жизнь в действительной опасности с тысячами людей или предпочесть меньшую опасность очень непродолжительной и спасти множество народа. Я думал, что избирая последнее, избрала самое верное. Вот эта вот фраза, вот предпоследнее, я бы хотел на ней акцентировать внимание, да, оставаться всю жизнь действительно опасностями, ну, в данном случае, с миллионами людей или предпочесть меньшую опасность и очень непродолжительную, спасти множество народа. Значит, что такое оспопрививание в те годы? Это вам не прививочку поставить, да, то есть, я, скажу честно, я в детстве, ну, конечно же, боялся прививок, хотя мы сейчас об этом еще поговорим, потому что бывало реально больно, на самом деле, вот. А вот я тут же не заметил, я говорю, это все, что ли? Он говорит, да, это все, окей. Пока я ищу, могу сказать, что, естественно, специалистов не было, на самом деле, в том количестве, в каком требовалось. Вариоляция, вот я нашел. Что такое вариоляция, это когда вам делают надрез на руке и берут больного, пустулу это называется, это такой гнойничок, туда либо кусочек нитки, вот так вот они промачивают, либо кусок тряпки и тебе вот в эту ранку вот так вот проводят. Смертность была 2% от вариоляции, но это гораздо меньше, чем вот те просто показатели, которые были смертностью от Олспы. Значит, самая прогрессивная на тот момент, не только на тот момент, а очень частый когда была Англия. Томас Дисдейл был такой персонаж, Димсдейл, да, Томас Димсдейл. Да, точно, Димсдейл. Значит, вызвала она его к себе сюда, в Россию. Привезли мальчика, значит, кадета, который заболел 6-летнего. Тайна, родители там уговаривали, в общем, привезли, сделали ей вот эту операцию, ну и, в общем, все сели на очко, да, все ждали, этот Томас Димсдейл, Димсдейл, как же правильно, да, Димсдейл, Томас Димсдейл в первую очередь. Екатерина Вторая, кстати, распорядилась, чтобы всегда дежурила кареты, если вдруг она двинет кони, чтобы он сел и уехал, потому что его бы там просто в бараний рок свернули бы, родные подданные, тут даже к бабке не ходили. Ну, у нее там первые 5 дней все было нормально, потом начался там что-то жар, туда-сюда, несколько этих вот гнанечков, но она выздоровела, выздоровела, сын ее вообще перенес в легкую, и буквально сегодня у меня был потрясающий комментарий, это, думаю, эксперт, которая писала, что Екатерина Вторая ничего не делала, просто так, и ради какого-то блага народа она это все просто заботилась только о себе. Нет, потом началось вот это массовое спопрививание, и, естественно, крестьяне как бы были не рады этому. Я бы хотел вам сказать о том, что это было в тот момент. Ну, то есть вот мы сейчас живем огромное количество источников, информации, там, интернета, телевизора, радио, все, что хочешь. Ну, а прикиньте, в то время, да, типа, давайте перевиваться от Оспы, как бы тебя просто в колодец как бы скинут, и все, и на этом твоя активная пиар-кампания закончится, собственно. Поэтому, конечно, там были силовые методы борьбы с этим, но вот дело было спасено, и вовремя, потому что вот буквально там накануне уже там была настоящая паника, там графиня Шереметьева должна была жениться на наставнике Павла Первого, и она умерла от Осты, да, и Екатерина Вторая уже все, давай, давай, скорей. То есть вот насколько все-таки умная баба была, да, умная, продвинутая баба, которая все прекрасно понимала. Она шла на величайший риск, на эксперимент над самой, с собой, да, но вот она выиграла. Теперь мы переносимся в наше время, да, вот этот вот фарма-фашизм нас заставляет, нам не дают выбора и так далее. Я за свободу выбора всегда. Я всегда говорю, что вот, например, есть мнение, с которыми вы можете не соглашаться, и мое мнение в том числе, это нормально, не соглашаться с чем-то мнением, это нормально, да, но мы живем в такой стране и в таком мире, и в принципе нормально иметь плюрализм там и каких-то политических направлений, да, вот есть сталинисты, либерасты, там еще какие-то, и мясоеды, веганы и так далее. Но вот сейчас у нас прививочники, антипрививочники. Меня очень часто обвиняют в том, что я очень люблю слово совок, очень люблю. У меня есть специальный выпуск, называется «Как совок победил СССР», потому что это как раз вот такая мещанская стезя СССР, которая его и сгробила. И поэтому меня часто причисляют к рангу антисоветчиков, коим я на самом деле не являюсь, потому что я всегда выделяю плюсы и минусы советской системы. У меня есть об этом аж три выпуска на канале. Ну вот было ОСПО-прививание в детстве, в школе, то есть тебе ставили прививки там все эти кори, сфинки и так далее. Никто тебя ни о чем не спрашивал, и ты никаких вопросов не узнал, если сказали, иди ставь прививку. Ты пошел ставить прививку. Были, конечно, и тогда единичные случаи, когда мамаши там что-то пытались с какими-то народными методами, вот это все и так далее. Но вот представьте, массовое какое движение антипрививочников было невозможно. Да, тебе говорят, что тогда эти все препараты тестировали там 10-15 лет. Но я еще раз хочу сказать, ну давайте ждать 10-15 лет. У нас есть эти 10-15 лет или как? Ведь прививка, там, спутник или какая угодно, она, во-первых, она тебя не спасает от болезни. У меня есть полно историй, когда люди заболели после этого. Но ты переносишь это гораздо проще. То есть ты не лежишь пластом, у тебя практически не затрагиваются легкие и так далее. Возможно, есть какие-то исключения с правил, когда человеку плохо, но это малый процент на самом деле. А вот если ты не привился, это настоящая лотерея. Но суть в том, что пока это массово не происходит, мы все подвержены условиям вот этих масок, ограничений и так далее. Вы понимаете, в какой стране мы живем? У нас экономическая составляющая. Вот буквально недавно я водил экскурсию, рассказывал под нулевые года. Бабла была, как говорил мой знакомый, как говна за баней. И никаких антипутинских настроений практически не было. Все ходили в футболочках с Денисом Семачевым, с Вовочкой. И Ксюшечка Собчак снималась в Доме-2 и вообще не подумала ни о каких там протестных темах. Как только начало чего-то там схлопываться, вот тут началось. Все туда-сюда. То есть пока экономика стабильна, все нормально. Самое ужасное, это шутить с экономикой в России, потому что это первая предпосылка ко всем революционным действиям и прочее. А вот эти все локдауны и так далее, вот этот несчастный там средний бизнес и малый, да, все эти кафешки, рестораны, которые еле-еле там и так концы с концами сводят. Это очень сложный ресторанный бизнес. Все эти разговоры, типа иди работай на завод, да сами идите на завод, поработайте. Вот я вот сколько слышу от кого, я потом, ну как бы, а вы сами на заводе были, да. Я-то вот был, каждый раз свои пальчики показывают фуганочки, побывавшие, да, в фуганочном станке. Поэтому не надо шутить с экономикой. Чтобы этого не произошло, нужно, ну, как-то искать альтернативы. Да, нужно идти на риск, идти на эксперимент, даже на самим собой. Я вам открою страшную тайну. Весь процесс, весь цивилизованный процесс человечества, он связан с экспериментами над самим собой. Понимаете, по-другому никак. И вот здесь я сейчас скажу абсолютно парадоксальную вещь. Почему я вообще даже не парился ни на секунду по поводу того, вгонять в себя эту прививку. Мне вообще было насрать, где ее тестировали, на ком, на кошках, на куске говна, там, я не знаю, там, на каких-то подопытных кроликах. Мне было абсолютно плевать. А почему я вам расскажу? Потому что в моей бурной молодости, вот недавно у меня был выпуск, да, экскурсии по прохранным дворам к Там-Таму, где я с таким розовеньким эхокезом ходил, я, ну, вот, занимался всякими наркоманскими вещами, продавал марихуану и так далее, закидывал всякие колесики в себя, потреблял всякое якое. И следующий, конечно, шаг был Герыч или Винт или что-то, что-то. Что меня остановило, я перековался на стройт-эйч и вот, в общем, стал таким более-менее здоровым персонажем. Так вот, вгоняя туда, вгоняя в себя вот эти все препараты, как я сейчас понимаю, это была моя прививка от наркомании. Это, конечно, ну, наверное, все-таки уникальный путь. Не буду тут лукавить, потому что большинство либо старчивалось, либо потом становилось хрен знает кем. Но вот мне как-то хватило, ума самостоятельно, да, мне в этом очень сильно помог стройт-эйч, да, потому что мне нравилась панк-музыка и его стройт-эйч, стей панк, стей клин, как бы, все нормально, ставься панком, оставайся чистым. Это все примеряло тебя. То есть меня это спасло. И в итоге у меня там было 10 лет полной абстиненции. И когда я был в Амстердаме еще самый первый раз и потом еще раз, у меня не было даже ни малейшего вообще желания хотя бы даже курнуть. Я уж молчу про всякие там колесики, да. У меня это отбилось, потому что это была такая прививка, в данном случае, психологическая. То есть это был такой психологический эффект, который напрочь у меня просто отбил вот желание в будущем к этому. Может быть, когда я тебя чуть курну, безусловно, потому что с лалкашкой я в итоге развязался. Очень редко, но там потребляю, там, ну, редко бывает, бывает, редко потребляю, чуть-чуть. Но вот Джека сейчас приедет, мы, конечно, наверное, друг у меня из Штатов приезжает. И я, как напомню, прилетел первый раз в Нью-Йорк, я не выспавшись, и такой меня встречает. И еще там я час простоял на входе, я успел серию сериала просмотреть, пока я стоял. Он даже уехал, как бы. В общем, потом вернулся, забрал, говорю, Женя, я хочу спать. Я говорю, какое спать? Би-би! Все, как бы в первый же бар, и мы там с ним, да, зажгли. Но это редкие случаи, да, потому что все зависит, конечно, от компании и прочее. А к наркоте вообще аут. И поэтому это не пропаганда, я бы хотел подтвердить. Да, ну, люди же жопой иногда слушают и читают. Я вот читал комментарии под своим постом, и я просто понял, что люди, они даже, не знаю, три абзаца текста не могут прочитать, где черным по белому написано о чем-то. И вот это, знаете, вечная тема, то есть вы хотите сказать. Дальше идет какая-то херня, которую я вообще не хотел сказать, я вообще даже не думал об этом, не придумал. И на основе этого, или еще, мне кажется, и дальше вот это, ну, чувак, это тебе кажется, или там, дорогая дамочка. Вот, поэтому вот спасибо наркотикам за то, что сейчас у меня абсолютно никаких вопросов. Я больше могу сказать, пройдет полгода, вот, скоро, я пойду и ширнусь уже, там, уже есть набор этих прививочек, я уже там выберу, там. Может быть, не тем, чем я тогда прививался, а привьюсь еще чем-то другим, да. Меня это вообще не парит, на самом деле, да. И, как бы, я не понимаю, как в цивилизованном 21 веке можно быть настолько, сука, тупым, вообще неповоротливым куском био, там, чего-то, либо, чтобы смешивать свободу выбора и гражданскую позицию, и, там, социальную ответственность, да. Да ради бога, во всем остальном никто на тебя не дает. Но в данном случае, если ты не прививаешься, это влияет на все сообщество в целом, ну, на все. Пока эта ситуация сохраняется, ну, так оно и будет. Да, я понимаю, есть, когда люди с какими-то противопоказаниями и так далее, побочки и так далее. У меня есть, опять-таки, своя история, не одна. У меня бывали периоды, когда у меня, там, было высокое давление. Знаете, что я делал? Я ходил в тренажерный зал. Любой врач скажет, что в этот момент надо лежать пластом какие-то, вот. Я все делал от обратного. Если я заболевал, вот, там, каким-то гриппом, я бежал десятку. Я не говорю, что так правильно, так надо делать. Возможно, когда-нибудь в этот момент я сдохну, какой-нибудь, там, тромб выскочит. Мне плевать, на самом деле, реально. Я уже свое пожил, я в какой-то момент понял, что, ну, умру и умру, ничего страшного, все, там, дитя тебе квартиру оставил и, как сказать, четыре елки посадил, как бы, видео наснимал, писем написал, книжки написал, да, все, можно и отбыть, не, не важно. Ну, хочется побольше сделать, есть планы, но тем не менее. Да, но я всегда шел от обратного, потому что я очень сильно изучал историю блокады Ленинграда. У меня есть своя собственная история, семейная. И я видел и чувствовал, что есть вот такие вот психосоматические нюансы, которые идут вразрез со всеми теориями. Вот абсолютно, понимаете? Я тут, я не знаю, по-моему, я об этом говорил, я вводил экскурсию для каких-то венерологов очень крутых. Вот, кстати, о птичках выходим, да, из гостиницы, и они там все реально какие-то монстры. Но я люблю с медиками общаться, потому что они все циники, и с ними можно очень жестко шутить. И они это любят, и они такие юморные все. И одна там тетенька говорит, а у меня эти аудиоустройства, которые я выдаю, да, я говорю, они меня слышат. Он говорит, а что-то я вас не слышу. И ей прямо рядом коллега говорит, а ты наушники в уши впихни. Это, говорит, женщина, которая там по степеням интеллекта, ну, то есть там где-то там, вот, понимаете. И я им там рассказываю тоже свои истории какие-то, и они говорят, да, вы абсолютно правы, потому что у нас есть поговорка. Все болезни от головы, кроме сифилиса. Ну, не поспоришь. Ну, это, понятно, гипербола, да, но тем не менее. Поэтому, конечно, если есть какие-то побочки, противопоказания, можно сидеть на жопе ровно и так далее. Но вот если бы, я вам клянусь, это не позерство, это не, там, да, не какому-то популизму. Если бы у меня были противопоказания, я бы все равно эту прививку себя вогнал, потому что я вот так себя веду по жизни. Я иду от обратного. Я считаю, что мы очень сильно очкуем перед нашим организмом, потому что мы живем в очень больших, в очень комфортной ситуации. А люди, например, там, 300 лет назад или 500, у них не было никакого выбора. Ну, то есть, просто, вот тебе там, не знаю, надо куда-то идти, ты стоишь и идешь. Ты не ждешь такси, там, Яндекс заставку, ты просто берешь и идешь. Ну, по вопросу о блокаде, да, то же самое. Поэтому, когда у тебя выбора не остается, ты просто принимаешь решение и говоришь организму, что, ну, извини, чувак, я беру эту ответственность на себя. А ты уж там, ну, как хочешь, так распоряжайся этим. Вот. Это тоже не панацея, но, тем не менее, я знаю абсолютно заранее все вот эти аргументы, которые посыпятся ради бога, да. Но у нас нет другого выхода, кроме как вакцинации. Ну, просто нет, понимаете. И год назад ты прекрасно понимал, что либо все передохнут, либо все вакцинируются. Среднего не дано. Учитывая, тем более, наше вот это всеобщее разгильдяйство и так далее, да, то есть, когда в майские праздники в прошлом году ко мне туда, в Сестрорецк, на пляж, в самый пик карантина приехало такое количество людей, которые, по-моему, даже сейчас не приезжают в жару, я понял, что вот все, компания провалилась. Единственное, что хотелось бы заметить, конечно, наша власть, она очередной раз, ну, ведет себя абсолютно неадекватно по части пиар-стратегии. Безусловно, должен выйти Путин, публично всадить в себя эту вакцину, должен выйти Шойгу, должен выйти еще, сказать, вот, мы привились, тра-ля-ля, вперед. Этого не происходит, да, об этом не трубят из каждого утюга, вот, получились бы у Екатерины Второй. Я не говорю, что это бы помогло во всех случаях, потому что у нас есть, например, строгие вообще антипутинцы, и чтобы там Путин не сделал, они будут, они сделают наоборот. Вот, он скажет, надо пить молочко, нет, мы будем есть говно, например, они пойдут ему в пику. Но, тем не менее, это, конечно, на часть населения бы сыграло. Поэтому, подводя итог, еще раз, вот, демократия, да, у меня там, допустим, на канале, пожалуйста, все пишут, что хотят, никаких банок. Кстати, очень часто вот уже 3-4 вопроса было, почему я кого-то баню. Я еще раз говорю, я ничего не баню, просто система YouTube уже сейчас, она включает робот, это искусственный интеллект, и по всем тегам прогоняет. Автор даже иногда не видит комментарий, причем некоторые даже, судя по всему, довольно невинные, но какие-то слова его смущают, этого робота, и он этот комментарий упихивает. С одной стороны, это хорошо, потому что у нас, конечно, в нашей среде и в YouTube столько говна льется, что, честно говоря, ну, прям обидно бывает за некоторых там своих гостей канала и так далее. Мне-то плевать на меня, я имею в виду всегда лейте говно. Но вот, с другой стороны, вот такая вот история. Поэтому да, демократия, да, но в данном случае речь не про демократию. Речь просто про осознание того, что пока мы этого не сделаем, мы будем жить в жопе вот в этой. Постоянно вот правительство, ведь там же живут, сидят точно такие же люди. Ну и там повысилась волна коронавируса. Они понимают, что им надо что-то сделать. Ну вот давайте нагнем опять рестораны. Да, то есть, ну, это палеотив, то есть, это ничего не решит, но, как бы, что? В жару вот как вы сделаете полный локдаун? Как вы запрете людей в домах? Русских, российских людей никак. Абсолютно. Он скажет, идите нафиг и выйдет. Из дома, да, так сказать, нарушил завет Иосифа Бродского о том, что не надо уходить из комнаты. Про ковид, все стихотворение. Да, правда, как считают эмо коммуняки, Бродский был бездарь и прочее. Я всегда задаю вопрос этим эмо коммунякам. А вы на заводе работали? А Бродский куда я пошел, не закончив школу работать? На завод, да, через мост литейный приезжал и вставал к станку токарному. Ну, вот так, так устроена жизнь, так устроена медиа. И вот здесь то же самое. Поэтому, ну, попробуйте включить мозг. Такая, знаете, субстанция здесь вот в чередной коробке иногда помогает, да. У меня, правда, его нет. Тут я, да, тут я готов согласиться с некоторыми. У меня весь мозг, видите, вытек. Он вытек и встал в ужасе. В ужасе от того, что представляет собой его носитель. Вот мой мозг, видите, застыл серебряным флером снежным огненным. Уже после записи этого выпуска мне в инстаграме под одним из постов написал один из моих зрителей с тем, что проявилось 82% населения, 84 новых случая на 9 миллионов. Три госпитализированы. И на мой вопрос, где, выяснилось, что это в Канаде. Это было заскринино кем-то, опубликовано на Пикабу, потом пошло гулять по пабликам. В общем, выяснилось, что у них вели действительно комендантский час. Все закрыли, запретили семьям встречаться и сказали, так будет, пока все не вакцинируются. И народ в очередях стоял на прививку. На самом деле, я поизучал вопрос. Выяснилось, что в Канаде все равно не все так радужно. Но зацените подход в демократической стране к вакцинации населения. Это к вопросу о свободе выбора. И к тому, что вас тут кто-то по-диктаторски к чему-то принуждает. Хочу сказать, что у меня на самом деле есть прекрасная система. Когда я вожу экскурсии с соблюдением определенной социальной дистанции, потому что у меня есть уже два комплекта устройств. У экскурсантов приемники, у меня передатчик. Зачем наушники? Один из самых распространенных вопросов. Я пишу, возьмите свои наушники. Тем более, это ваши наушники. Никто их больше не выдевал. Конечно, я стараюсь эти наушники чужие дезинфицировать, когда надо. Но вы же понимаете, я иногда об этом забываю просто. Поэтому экскурсант не привязан к гиду. Он может стоять где угодно. И многие этим пользуются. Это крайне удобно. Все тебя слышат в любой момент. Более того, есть ограничения в группах. Все на открытом воздухе. Поэтому, наверное, в нынешней ситуации это один из самых безопасных способов проведения досуга. Ну и плюс еще он сопряженно с определенной эмоциональной, интеллектуальной нагрузкой. Вот буквально вчера я проводил свой очередной авторский тур по Петроградке до места взрыва дачи Столыпина. Показал, где началась февральская революция на фабрике, которая имела название «Красная нить», а до этого «Невка». И люди, конечно, были в полном экстазии. Это очень приятно. По этой экскурсии идут. Кому интересно, анонсы есть там на сайте. Есть у меня три книжечки в продаже. Самбо здесь, правда, нету. Они все в машине лежат. Ну, неважно. Невский с перцем путеводитель, острый социальный роман Корень и книжка про пиар во время русско-японской войны. Их можно тоже приобрести как на сайте, так и после экскурсий. Ну, мне кажется, мой стандартный призыв в окончании видео – оставляйте комментарии, здесь будет излишним. Потому что есть люди, которые этим живут. И ты прямо иногда видишь, что, блин, ну, дамочке надо, ей надо было написать это и потом еще 15 комментариев, чтобы рассказать, как ей на меня плевать. У меня есть стандартный ответ, я вырезаю это 12-секундное видео, три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны и просто оставляю. Да, поэтому, ну да, пишите комментарии, видео, ну и, в общем-то, что, не болейте, конечно же, очень не хотелось бы, потому что здоровье – это самое ценное, что у нас есть. После Путина, безусловно. Да. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok